здравствуйте уважаемые друзья с вами снова владимир конюнка и канал супермангал сегодня мы будем с вами готовить настоящий армянский лаваш не на сковородке не на кухне а вот именно на моем супермангале настоящий с дымком большого размера такой как он должен быть для того чтобы чтобы подготовить крышку супермангала к приготовлению лаваша сначала нужно обернуть ее фольгой конечно можно было бы отполировать вот этот металл до блеска ты готовить непосредственно на металле но гораздо удобней обернуть фольгой это быстрее и гигиеничней приступаем а Такое ответственное дело сделано. Сейчас это оставляем в покое и будем готовить тесто и разжигать огонь. Рецепт лаваша обкатан тысячелетиями и поэтому я не придумаю ничего нового, кроме как воспользоваться старинным рецептом. Берутся 1 к 3 вода и мука. Поскольку я рассчитываю на 2 стакана воды, значит я беру 6 стаканов муки. Добавляю 1 полную чайную ложку соли, тщательно перемешиваю. И добавляю 2 стакана горячей воды. Температура воды где-то 70-75 градусов. Для того, чтобы мука быстрее впитала воду и тесто созрело быстрее. Добавляю 2 стакана горячей воды. Тесто тщательно перемешиваем, чтобы не попадалась кумочка сухой муки. Тесто должно быть, не должно быть жидким. Должно быть эластичным и упругим. Тщательно перемешиваем, чтобы тесто напиталось воздухом. Идеальная пропорция. У нас практически не осталось сухой муки. Вот такой вот кумочек готового теста. Мы его ложим назад в миску. Накрываем полотенцем. И оставляем его то ли отдыхать, то ли созревать на полчаса. А за это время мы разжигаем огонь в супер мангале. Жена, глядя на мое мастерство, не вытерпела. И решила, что все-таки нужно более тщательно вымесить. Но я не стал ей в этом перечить. Ну, собственно говоря, разжигаю огонь в супер мангале. Дрова используется исключительно в фруктовых пород дерева. Вот так вот. Сейчас жар нагорит. И будем приступать. Итого, приступаем к самому интересному. Тесто у нас вот такое вот стало красивое, эластичное. В меру тугое, в меру мягенькое. И для того, чтобы у нас как-то лаваш получился какого-то одного размера, вот это тесто надо разделить. Ну, скажем так, 6 стаканов. У меня есть возможность жарить большой лаваш. Значит, 6 стаканов. Давайте разделим его на 6 частей. Как-то так. Вот так вот. У нас получилось 6 вот таких вот завытовочек для лавашов. Мне совсем они получились одинаковые. Но, тем не менее, вот такие вот лепешки. И начинаем катать. Пекарь, так скажем я, начинающий, но тем не менее. Еще крайка пройдем. Вот так вот. Чем тоньше, тем лучше. И, о, тадададам, вот такое у нас получилось. Вот такая у нас прелесть. Лаваш жарится буквально пару минут. Ну, и пожалуй, пожалуй, эта лепешка уже готова. Дело близится к вечеру. Мне некогда было искать бутылку, чтобы сделать вот такую вот брызгалку. Вот, ничего, рукой. И вот так сгибаем полом и накрываем полотенечком. И в таком же духе дальше. Важно вот эти лепешки накрывать полотенечком, чтобы не пересыхали. Для того, чтобы больше растянуть тесто, вот те, для кого это родной хлеб, делают вот так, чтобы растянуть тесто, чтобы смахнуть остатки муки. Чувствуется аромат, запах свежего хлеба. Завораживающее зрелище. Рождается хлеб. Завораживающее зрелище. Завораживающее зрелище. Убирающее зрелище. берется пузырями дышит еще полминуты но этот лаваш мы не будем смачивать мы его будем кушать угощая своего верного оператора и жену по совместительству или наоборот смотрите завидуете в этом есть своя романтика вот природа вот вот посреди посреди сада вот посреди вокруг трава мы едим хлеб сделанный своими руками это вкусно это это просто классно это море эмоций ребята завидуете ляпота то есть не пугайтесь к фолье лаваш не прилипает жару нужно давать побольше и будет у вас и будет вам счастье подписывайтесь на мои видео вы регулярно будете получать разные интересные рецепты приготовленные на супер мангале и не только кликайте ставьте лайк кликайте на подписку вот будем дружить будем организуем клуб супер мангала будем делиться рецептами я с вами вы со мной я постараюсь приготовить те рецепты которые вы мне пришлете пригодные я к использованию на супер мангале до новых встреч лайк